Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Очень приятно, рад вас всех здесь видеть. Сегодня такая хорошая наша северная весна. Нам сегодня с вами предстоит очень интересное мероприятие. Мы с вами поедем на Юрьевский рубеж. Я предлагаю зайти в вагон, чтобы никому не мокнуть, не мерзнуть, особенно тем, кто без шапки стоит. Пойдемте! Вольно! Разойтись! Вольно! Бросси таки, яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой... Через 15 минут на тревоге на Юрьевский рубеж. Убедительная просьба, не забывайте вещи при выходе из вагона. Как вы нашли это место? По архивам. По архивам, да? По архивам. А потом к нам приехал, Вы, может быть, помните, я показывал вам фотографию, к нам приехали потомки и привезли фотографию аэрофотосъемки 5 мая 2019 год. Железная дорога, лес побитый снарядами и траншея. И говорят, вот здесь ваши остановили наши. Отряд! Рыбнись! Сверху! Рыбнись! Право! Товарищ командир, Отряд «Штык» решает, подстроен. Мы сегодня находимся в удивительном, уникальном месте. И, наверное, его удивительность и уникальность в том, что оно сильно недооценено и очень мало изучено и малоизвестно. Что, мне кажется, сегодня в нашей современной жизни просто недопустимо. Мы сегодня обсудим и в деталях разберем, что произошло здесь 104 года назад. Но я с полной ответственностью говорю о том, что здесь 104 года назад вершилась история современной России. Если бы здесь ребята из Юрьевского полка целой собственной жизни не отстояли этот рубеж, сегодня была бы другая жизнь. Мы бы говорили, наверное, на других языках. Мы бы, возможно, исповедовали другую веру. Мы бы, наверное, не знали, что такое единая, суверенная, сильная страна. Памятник, и вот так можно назвать эту часовню, памятник событиям на этом рубеже и памятник той вере, которая спасает человека. Как вы знаете, она стоит на месте воронки, которая от снаряда, которая осталась. Но пусть вот эта память в наших сердцах и в наших душах будет вечной. Откроем памятную доску современным героям нашего Отечества. Владимир Алексеевич Зотов. И Михаил Владимирович Нюхтухов. Вместе с командой «Штык решает» они здесь, на Юрьевском рубеже, работали над разминированием этих территорий. Итак, друзья, мы сегодня с вами встречаемся в необычном месте. Уже я немножко об этом сказал. Вначале, когда только мы сюда прибыли, мы встречаемся на Юрьевском рубеже. Я много, так сказать, о нем слышал, рассуждал. Но лично я здесь сам впервые. По сути, здесь было три воинских подразделения. Люди самоотверженно сражаются. Тысяча триста человек здесь, на рубеже. Сзади никакой поддержки. Все понимают, что если армия интервентов проходит этот рубеж, по сути, дальше она беспрепятственно продвигается на территорию России. Здесь ценой неимоверных усилий, огромных человеческих жертв был остановлен интервент. Были остановлены, отброшены назад и, по сути, вынуждены были те, кто уцелел, от каких было немного, надо признаться, отправиться высвоясь. Пять дней здесь шла штыковая битва. Уже не оставалось боеприпасов, и люди просто с холодным оружием пять дней бились друг с другом. Вот такая была цена победы. ДИВИЗИИ 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 Мы рады вас видеть в нашем школьном музее боевой славы 77-й гвардейской московско-черниговской стрелковой дивизии. Мы вам расскажем о боевом пути прославленной дивизии, которая была сформирована в Москве в период Великой Отечественной войны, а по окончанию которой с 1946 года дивизия дислоцировалась в поселке Лесная речка. Дивизия прошла большой и славный боевой путь. За мужество и героизм, проявленные личным составом в годы Великой Отечественной войны, дивизия получила наименование Черниговской. В 2003 году, то есть это вообще бесценный материал у нас. Это типа стен газеты, да? Да. Я, честно говоря, совершенно так вот думал о другом говорить, но скажу, что по итогам посещения музея хочу сказать немножко иначе. Я очень тронут и действительно нахожусь под большим впечатлением от того музея, который создан, от тех документов, которые там хранятся, и самое главное, от детей, учеников, которые настолько от души помнят и знают историю своего государства, историю Великой Отечественной войны. И вдвойне мне трогательно было сегодня побывать в этом музее, потому что мой дедушка прошел всю войну в составе Первого Белорусского фронта, и поэтому практически все те операции, которые сегодня озвучивались и о которых нам рассказали, это все то, что я с детства слышал, все то, чем я гордился, и поэтому мне это, честно говоря, очень сильно тронуло душу, и я действительно считаю, что всегда видно, когда музей создается, что называется, по разнарядке, а когда он создается от души, потому что действительно хочется, чтобы подвиг людей, который был совершен во время нашей мирной жизни, во время нас с вами, он сохранился в веках, и мы его помним. Здравствуйте! Рад вас видеть! С наступающим праздником вас! Ну что, посмотрим, как вы приготовили подарок? Вы до последнего сражались за мир и счастье для страны, склоняя голову про твари. Спасибо! Тихо говорим! Здравствуйте! Вы такой красивый! Вот так. Вам жить и жить, чтобы еще сто лет как минимум... Как минимум сто лет еще прожить, сказать. Милости прошу, пожалуйста. Да, да, да. Давай, Виталий, сейчас проходил, посмотри, пойдем. Пойдемте. За вами, за вами. Как поживаете? Да как поживаю? Надо жить. Правильно. Всю жизнь в дорожных дорожниках отработали, да? Дороги строили? Да. Спасибо вам! Теперь у вас дороги хорошие в области есть. Благодаря вашему труду. А служили, я посмотрел, на Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке в 43-м году шел. В 17 лет было. В 17 лет? Да. В 18 лет. Совсем еще ребята служили пулеметчику. Николай Федорович, песни-то споем? Да. Землянки, Николай Федорович, споем? Землянки. Землянку, давай, Землянку. Николай Федорович, что бы пожелали молодому поколению? Так надо дружно жить-то. Как мы жили дружно, фронт и тыл, мы и победили. Подумать только надо. Столько у них танков было, а у нас дрогунка-винтовка. С бутылкой керосина шли и победили. Это, думаете, так просто было. Очень тяжело было. А молодежи, не забывайте историю, не забывайте эту войну. Вспоминать о царяков и дедов своих, отцов, братьев. Не забывайте. У меня оба деда прошли войну. Я много с ними об этом разговаривал. Много очень в детстве мы вместе время проводили. Не дожили они, к сожалению. Но я думаю, что были бы абсолютно в ваших взглядах. За вас, за то поколение, которое подарило нам жизнь. Вы действительно, это не высокие слова. Вы великие люди. И подвиг ваш великий. И мы всегда перед вами вдалеке. Спасибо вам большое. Спасибо. Поедем на работу. В этот день в историю мою вписан. Это уже не забудешь. Вспомнилась Васильевна, здравствуйте. Продолжение следует. С днем рождения вас. Продолжение следует. Продолжение следует. Поздравляю. Обнимемся. С днем рождения вас. Я рада, рада, что ко мне такие гости пришли. Рада, рада. Как у вас дела? Настроение отличное. Саживайтесь сюда. Как аппарат работает? Терпимо, потому что с устоймом потеряно до четырех, это вышка. А вы нас, смотрите, мы вам привезли торт, вот такой вот, к чаю. Попьем чаю. И это вам подарок. Сказали, чтобы утюг хотели новый. Откуда это вы знаете? Ну, я же должен все знать. Я же губернатор. Ох, 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 не ожидал. А чего думала, мне сам Бог подает. Честно говорю, стирала свою хорохлую. Был бы лучше, как сейчас мы погладим. Хладочка там, хладочка. Бог послал, честное слово. Мне вас сам Бог послал. Рассказывайте, как вы, чем занимаетесь здесь в целом? Сейчас? Чем я занимаюсь? Везде мне. А о чем я буду заниматься? Я борю себе обед. Так. Что я делаю? Первый день сюда есть. Делаю салат, салат, салат. Я не ем. Правильно. Я собачийный врач. Я таблетки. Модицы я не бывала лет 10. Так что буду жить до 100 лет. А вы, до 100 лет. Но вы же сочиняли стихи, да? Это не салат? Один стихи, он сказал, какая сочинена в шахтах. Мы шахтеры молодые и уверены вполне. Дали мы уголовину граду, но мы выполним вдвойне. Пусть правление посмотрит стройки и трудобой. За один день посмотрит, тут же поработает он сгой. Там сидел генерал. Слушай, у него рука вот такая была. Подошел. Хо-хо-хо. И поцеловал меня. Я вас поздравляю с днем рождения, с наступающим днем победы. Спасибо вам большое. Я очень рад с вами познакомиться. Надеюсь, что теперь будем видеться чаще. Я вас приглашаю на вашу историю в следующем году на День Победы на парад. Я ни разу не была в ресторане. А до этого мы с вами должны сходить в ресторан. Хорошо, хорошо. Договорились? Хорошо. С праздником вас. С днем рождения. Спасибо. Спасибо вам. Как я рада. Это в жизни первый раз. Представьте, на старый след. Дорогие наши герои, уважаемые ветераны. Мы сегодня здесь с вами в одной компании. Это огромная честь и, честно говоря, большое оболнение. Каждая встреча с вами – это то, что запоминается на всю жизнь и то, что остается с нами навсегда. И я уже сейчас знаю, что сегодняшняя встреча также будет во мне жить всегда. У вас у всех своя история. У каждого была своя встреча с войной. Но едина была победа. Победа каждого из вас. Дорогие наши ветераны. Я хочу искренне от души поздравить вас, наверное, с самым великим праздником, который сегодня остался в нашей жизни. Дорогие наши ветераны. Товарищи военнослужащие, курсанты, кадеты, юно-армейцы. Поздравляю вас с Днем Победы. Наши главные герои – ветераны сегодня здесь, вместе с нами на том самом месте, где 77 лет назад, 9 мая 1945 года, жители Архангельска встречали свой самый первый Победный май. Это было в ночь на 9 мая, но, несмотря на поздний час, город не спал. Уже к 7 часам утра на улице Архангельска вышло больше 60 тысяч человек. С тех пор радость Победы не стала меньше. Этот праздник всегда был для нас священным. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что 9 мая 1945 года предшествовали долгие 1418 дней борьбы за свободу и независимость нашей Родины. Потому что мы точно знаем, какой ценой досталась победа нашим предкам. Потому что мы точно знаем, сколько их не вернулось с той страшной войны. Доблесть наших воинов, несгибаемость мирных жителей, ковавших победу в тылу, увековечены в высоком звании Архангельск – город воинской славы. Сегодня мы все вместе встанем в бессмертный полк. Этот полк – это новая история России. История, которая ярко показала, что Великая Отечественная война коснулась практически каждую семью. Что россияне помнят подвиг своих предков. И гордятся им. Спустя десятки лет пожелтевшие фотографии бессмертного полка по-прежнему самая священная ценность для десятков миллионов людей. Это мои дедушки, два действительно героя войны, мои личные герои. Люди, которые сыграли в моей жизни большую роль, в моем воспитании, в моем становлении. Оба они прошли войну. Один Николай Иванович Федотов по маминой линии с 42-го по 45-й. Григорий Васильевич Цибульский с 43-го по 45-й. Горжусь, помню и очень рад, что у меня есть возможность вот так вот раз в году, 9-го мая, дать им возможность еще раз пройти торжественным маршем в рамках бессмертного полка по улицам. Вот теперь Архангельск. День Победы Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были берсты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы Порохом пропах Это праздник С виненою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы